МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех! В эфире программа «Безопасный маршрут». И сегодня выясним, как можно незамеченным сравнительно быстро попасть из точки А в точку Б. Многие из нас довольно часто пользуются междугородними автобусами. Почему бы и нет? Это удобно, быстро и, главное, дешево. Но есть и минусы. Именно в таком транспорте, в отличие от самолета или поезда, нет никакой гарантии, что в соседнем с вами кресле не разместится опасный разыскиваемый преступник. Как сделать междугородние автобусные перевозки безопаснее, задумались разработчики комплексной программы по обеспечению безопасности населения на транспорте. Первая мысль была, разумеется, продавать билеты на такие маршруты только при предъявлении паспорта. Вторая мера – отслеживать перемещение автобусов с помощью глобальной навигационной спутниковой системы. И третья – посадка и высадка пассажиров только в установленных местах. Помогут ли все эти меры на деле? Попытался выяснить наш корреспондент Василий Кучушев. Василий, здравствуйте! Вам слово. Ольга, я нахожусь у здания московского городского автовокзала, который скоро, в числе остальных, перейдет на новую систему продажи билетов. Они будут именными, то есть как на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, они будут продаваться только при предъявлении паспорта. Междугородние автобусные перевозки в нашей стране еще с советских времен славятся своей демократичностью. Причем не только из-за небольшой стоимости билетов, но и способа их приобретения. До сих пор стать пассажиром автобуса может любой желающий, были бы деньги на проезд. Но в скором будущем Минтранс России планирует повсеместно ввести продажу так называемых именных билетов, в которые будет внесена информация о пассажире, как минимум имя, фамилия и транспортные данные. Мы готовы к нововведениям. Более того, это эффективная своевременная мера, которую необходимо сейчас принять. Продажа именных билетов – это один из составляющих элементов безопасности на транспорте. Главная задача, готовящаяся к введению системы продажи билетов, оградить граждан России и туристов от опасных попутчиков, преступников, находящихся в федеральном розыске, террористов, лиц, перевозящих опасные и запрещенные грузы. Отсеивать опасных пассажиров будет специальная компьютерная программа, которую установят в каждой кассе на каждом междугородном вокзале. В арсенале кассиров появятся специальные сканеры, которые будут не только считывать информацию с паспорта путешественника, но и сверять ее со специальной базой данных. При этом можно будет не только распознать преступника, но и, возможно, обезвредить, вызвав с помощью тревожной кнопки охрану или полицию. Он не именной, да? Да, да, да. Ну, я уточнить, я сына беру, не себя. При обращении потребителя транспортных услуг к кассу продажи билетов будет требоваться документ, удостоверяющий личность, а, как правило, паспорт. И при наличии паспорта будут вводиться данные в систему. Что касается срока хранения данных, передачи данных, да, этот вопрос нужно как-то утвердить на федеральном уровне. Пока именные билеты продают только на маршрутах северокавказского направления. Это связано с непростой криминогенной обстановкой в этом регионе. По данным правоохранительных органов, подобная система существенно улучшила статистику происшествий на этом виде транспорта. Ведь теперь воспользоваться автобусом и остаться незамеченным просто невозможно. Спасибо, Василию. Ну, а сейчас предлагаю задать вопросы эксперту. Гришин Андрей Анатольевич. Окончил Всесоюзный политехнический институт по специальности инженер. С 1982 года работает в МОЗ Трансавта. Начинал простым водителем автобуса. Сегодня занимает должность заместителя генерального директора по перевозкам. Здравствуйте. Почему только сейчас начали внедрять такую систему продажи билетов? Эта мера напрашивалась довольно давно. Ну, этот вопрос прорабатывался достаточно давно. Уже в начале 2000-х годов, после совершения соответствующих актов, террористических, этот вопрос постоянно обсуждался, рассматривался. Но в то время возникало очень много вопросов, связанных с учетом персенцированных данных пассажиров, в связи с тем, что не было достаточно средств, техники. На сегодняшний день это уже не вызывает никаких сомнений. И вот с законом о безопасности, номером 16, федеральным, от 2007 года, такие нормы прописаны. В настоящее время, в апреле месяце, приказом Министерства транспорта Российской Федерации вышел уже перечень маршрутов, на которых этот учет пассажиров должен производиться. А какие автовокзалы в первую очередь будут переводить на такой новый режим? Ну, это можно ознакомиться с приказом Министерства транспорта Российской Федерации. Но если говорить о московском регионе, то на сегодняшний день применимо к МОС-Трансавто. У нас 60 маршрут в междугородних эксплуатируется. Из них 51 маршрут проходит по территории Москвы и Московской области. Он по этому приказу в перечень не попадает, специально это указано. А вот 9 маршрутов, которые выходят за пределы Московской области, они попадают под этот учет. Это 3 маршрута в Рязанской области, Шатура, Рязань, Москва-Рязань и Москва-Касимов. Значит, 4, 3 в Тверской области, это Ржев и остальные небольшие города. И в Ярославской области, тоже там у нас непритяженный маршрут междугородний, более 50 километров, они попадают. А в случае обнаружения подозрительного пассажира, как будет работать такая система и как будет налажено взаимодействие с правоохранительными органами? Ну, как я и сказал, что по закону, статья 11, часть 6, определенный порядок формирования введения автоматизированных баз. Скорее всего, это будет прописано вот в том порядке, который будет доведен до нас, и согласно которому мы будем взаимодействовать и действовать. Ну, подразумевается, что если эти базы будут представлять нам непосредственную информацию, как-то будем мы реагировать с службами соответствующими. Если это в онлайне будет получаться от нас и независимо от нас реагироваться, то будет так. Но сегодня об этом можно догадываться нам пока, а когда порядок поступит, будем четко понимать. Спасибо. А на сегодня у меня все. Безопасного вам пути и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин